Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Десять лет назад компания друзей отправилась в путешествия. Они снимали свои приключения на любительскую видеокамеру. И даже не думали, что начинают культовое тревел-шоу «Орел и Решка». Орел! 530 выпусков. Десятки звездных ведущих. 60 миллионов телезрителей во всем мире! Миллиард просмотров на ютубе! О нас говорила даже Мадонна! В честь десятилетия мы дарим нашим зрителям 10 выпусков, которые проведут суперзвезды. И, а, и, а, у, чуэээ. С днем рождения! С днюхой вас, друзья! Поздравляю. С днем рождения, уху! С днем рождения, Решка! С десятилетием больше путешествуете! Открытых границ! И отрицательных тестов на коронавирус. С десятилетия! Люблю до чертиков! Сотни стран и тысячи городов. Путешествие с Орел и Решка – это всегда изобилие эмоций, впечатлений и возможностей. Берем от приключений все вместе с премиальной картой Мастеркард. Вот это уровень. Вот это я люблю. Важно знать только пароль. И выделить каких-то пару секунд для удобной оплаты. Друзья, привет! Узнали? Это же наш старый новый ведущий Коля Серга. Десять лет назад, когда вышел первый выпуск «Орла и Решки», Коля феерил на фабрике звезд. Привет! Это Орел и Решка и новый сезон на краю света! Потом он ушел. И снова вернулся. И снова ушел. Но от нас так просто не отделаешься. В честь десятилетия «Орла и решки» Коля вернулся к нам снова. С вами Коля Сергай, это мой видеоблог. Коль, это не видеоблог, это «Орел и решка» и с днем рождения! Наша звездная ведущая Аня Седокова. Десять лет назад, после участия в одной известной группе, Аня начала свою сольную карьеру. Холодное сердце, согреешь руками, и я буду рядом ночами и днями. За это время она успела три раза выйти замуж и родить троих детей. Привет, Аня. Привет, Коля. Как ты? Что у тебя нового? А, ну хорошо замуж вышла. Как-то ты частенько замуж выходишь. Ну, ты тоже часто в «Решку» возвращаешься. Я тоже ненадолго. Короче. Давай не будем про ненадолго. Дурацкая шутка. Я навсегда вышла замуж. Ясно тебе или нет? Время покажет. Я когда в прошлый раз в «Решку» пришел, тоже думал, что навсегда. А потом бац, бац, бац и все. Давай. Я тебя люблю, Янис. Я готова. А-а-а. И… Оп-оп-оп. Лимузины. Где мои лимузины? А на что я рассчитывал? Извините, так засмотрелся на Аню, что даже забыл сказать, куда мы приехали. В страну на другом конце мира – Колумбию. В очаровательный город Картахена. У нас о Картахене в курсе разве что те, кто зачитывался романами Габриэля Гарсиа Маркеса. Ну а тем, кто слышит о ней впервые, только предстоит узнать и тропическую жару, и бесконечные танцы… И плеск бирюзовых волн. В этом городе солнце и радость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бенvenidos к Картахене! У-у-у! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Картахена – город старинный, яркий и, ну, очень романтичный. Какой же транспорт подойдет богачу, чтобы по нему кататься? Сейчас я попробую вас удивить. У-у-у! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, у меня живые цветы, свой кучер и… ПАМОС! Согласитесь, ну нет ничего лучше, чем изысканная ретро-кибитка. Прогулка в ней по городу стоит 150 долларов в час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я в Орле и Решке уже не первый раз. Но обмен денег – это всегда лотерея. Кто его знает, сколько тебе достанется. Нормально. 310 тысяч колумбийских песо. Там все очень серьезно. Меня попросили пальцем оставить отпечаток. 100 долларов – это не хухло-мухло здесь. Это почти половина средней колумбийской зарплаты. Так что с голоду не помру. Дальше все по классике. Идем искать, на чем добираться в центр Картахена. Жарковато. Аэропорт находится прямо в городе. Выходишь и сразу же попадаешь на оживленную городскую улицу, где уже можно поймать такси. Сколько денег доехать на Картахене? В Картахене? Да. Конечно, палочка-выручалочка любого туриста – городской автобус. Их тут называют камьенета, то есть фургон. Хуанта Коста. 250 песо, если есть карта. В принципе, проезд на автобусе стоит недорого. Всего 2,5 тысячи. Но дело в том, что для того, чтобы проехаться на нем, нужно иметь определенную такую карточку проезда на этих автобусах. А ее, к сожалению, здесь не продают, а без нее зайти вовнутрь нельзя. Сколько денег стоит? Довезете до города? До Картахена? До Картахена довезешь? Сколько денег? Сколько денег, чтобы я сел с тобой и доехал? Ой, это очень дорого. Почти 5 баксов. По чем на самолете долететь? А? Тоже не мой Варик. Такси? Мото такси? Сколько денег будет доехать до центра Картахена? Да? И вы сейчас свободны? То есть я сейчас сажусь просто, обнимаю вас за живот и мы едем. Нормально. Все, это мой транспорт. Быстро, удобно, дешево. Настоящие звезды въезжают в Картахену вот так. Пальмы, живые цветы, вообще круто. Я такая вся в карете еду. Очень классно. Только вся эта сказка длится первые 10 минут. Кроме того, что ты ощущаешь себя полным дураком на дороге, вообще, конечно, что тебя обгонят все. И все на тебя смотрят так. Еще и оказалось, что до центра города ехать почти час. Снимай, снимай, что-то случилось. Снимай, снимай. Что случилось? Смотри, у нас колесо. Смотри, у нас колесо село. Короче, у нас посреди дороги прямо сейчас выпала резина и она прям как-то отпала. Мой кучер делает. А резина не вставляется. Смотри, что творит. Да все это лошадь виновата. Ты видел, как он себя вел? Он реально себя вел, как ***. Привет. Говоришь по-русски? А ты не любишь женщин, да? Вот бы мне сейчас, конечно, намоток, если честно. Я бы сейчас села намоток и так… Ух ты! Море! Ура! Я вижу море! Я вижу море! Картахена – это главный курорт Колумбии. Карибское море окружило город с трех сторон, а пляжи растянулись на целых 15 километров. Подождешь пять минут, я сейчас вернусь. О боже, оно теплое! Перед тем, как смотреть Картахену, туристу нужно разобраться, как она устроена. Есть современный район Бока Гранде. Это длинная коса, на которой шеренгой выстроились отели, апартаменты и офисы мировых компаний. С виду не хуже Майами. За белыми высотками спрятался старый город. И тут можно увидеть старинную и нарядную Картахену. Ну и, собственно, все. Остальные 90 процентов города – это одинаковые жилые кварталы. Туда не ходите, там делать нечего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите на эти удивительные цвета и фактуры. Картахена похожа на настоящую колумбийку в ярком наряде. В ней красочно все. Стены. Одежда. Люди. И кажется введен запрет на все оттенки серого. Смотрите, какие красивые балконы здесь. Все украшено. На таком балконе просто обязана стоять жгучая сеньорита с такой огромной розой в волосах. А под балконом усатый кавалер обязан петь ей серенады. Местные жители соревнуются в красоте своих балконов. Раньше победитель освобождался на год от уплаты налога на недвижимость. А сейчас за самый красивый ухоженный балкон дают 5 миллионов песо. Это почти полторы тысячи долларов. Чтобы Картахена оставалась такой красоткой, жителям старого города запрещено менять деревянные окна на пластиковые, вешать рекламные таблички и баннеры и, конечно же, никаких кондиционеров. В общем, если хочешь жить в городе как с картинки, придется немного попотеть. Местные жители. А-а-а-а-а. Браво! Картахенцы меряются не только своими балконами, но еще и, не поверите, дверными молоточками. Гляньте, какие они тут все вычурные. Делать молоточки в форме всяких фигур – это еще испанская традиция, которой уже 400 с чем-то лет. Эти замки раньше означали социальный статус и род деятельности владельца этого дома, хозяина дома. Допустим, лев означал, что здесь живет военнослужащий, там змея означало, что живет внутри юрист. А вот здесь, судя по всему, живет моряк. Если молоточек в виде ящерицы, значит дом принадлежал кому-то из очень состоятельной семьи. Это какой-то олигарх. Город, конечно, красивый, но огромное преимущество Картахены в том, что она находится на берегу Карибского моря. Так что пускай вам город Коля показывает, а я покажу мой невероятный отель и белоснежный песок. Вот так всегда. Если выпало 100 баксов, ходи, броди по городу, ищи сам себе дешевых развлечений. Ну да ладно, мне не привыкать. Попробую вам поэтичным языком рассказать, что же все-таки такое картахена. Картахена – это лакомый кусочек пирога, который замесили индейцы, запекли испанцы. И этот пирог с потрясающей начинкой, начинкой из изумрудов, из серебра, драгоценных камней и золота. Между прочим, кстати, картахена – это был главный порт по вывозке золота из всей Латинской Америки. Ее даже прозвали столицей пиратов, потому что пираты-то, конечно же, хотели срубить куш. Местным надоело, что их постоянно грабят пираты, и они построили форт Сан-Филиппо де Бархас. И посадили сторожевую игуану. Видите, ни одного пирата нет. Работает на все сто. Спасибо тебе, игуана. Говорят, если бы этот форт не отбился от британцев, то вся бы Южная Америка сейчас говорила не на испанском, а на английском. Хотя, может, это даже было бы удобнее. У богачей в Картахине есть два варианта, где остановиться. Или в городской гостинице, или за городом посреди сочной тропической природы. Я выбрала второй вариант – райский отель Лас Ислас. Я в невероятном предвкушении, потому что никогда еще не была в такой гостинице. Готовы? Вау! Вот это, конечно, красота. Кровать. Очень романтичная, между прочим. О таких бунгало говорят, что они сделаны в стиле эко-роскоши. Это когда живешь в деревянном шалаше с крышей из тростника, а удобство – как в пятизвездочном отеле. Вы понимаете, что это такое? Это сумочка, которая выдается бесплатно всегда, с которой можно ходить на пляж. Вся моя семья постоянно надо мной ржет, потому что я все время забираю эти сумочки. Вот таких у меня не было. Эту мы тоже возьмем домой. Везу сувениры близким. Так, это моя ванная. Все, есть весы, сразу можно взвеситься. Тут можно делать фотокарточки. Кстати, свет очень красивый, теплый. И душ принимать. Ванной нету. То есть супертехнологичный. Настало время, мне кажется, увидеть самое красивое, что здесь есть. Раз, два, три! Уно, два, три! Запустите меня! А может, не так? Может, на себя, Саша? А, вот так надо! Я нашла идеальное место для медового месяца за 380 долларов в сутки. Этого момента я ждала целый день. Карибское море. Я люблю тебя! ПЕСНЯ Вообще Картакена город туристический, поэтому дорогой и поездить здесь в ресторане стоит баксов 50. Отель здесь стоит номер, наверное, баксов от 70. Поэтому, к сожалению, я не могу себе позволить отель, но я узнал, что здесь есть довольно неплохие хостелы и я могу смело уложиться в двадцаточку. Вот один из таких хостелов. Называется он Деклок хостел. Хостел находится недалеко от часовой башни Торы Деллер Лох. В честь нее он и получил свое имя. Добрый вечер, госпожа. Коанта хостел? Рум. Это сколько? 22 доллара. Да, госпожа, я готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, какая головокружительная лестница! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольно. Похоже на все, что угодно, но только не на хостел. Комната больше напоминает библиотеку с огромными винтажными стеллажами. Только вместо книг уютные кабинки с пухленькими матрасами. Можно снять односпальную кровать за 16 долларов. Но я решил раскошелиться и взял специальное предложение за 24 доллара. Я прям теряю самообладание от того, что я вижу. Это невероятно круто. Посмотрите, двуспальная кровать. Где вы видели такой хостел? Это хостел пентхаус. Двуспальная кровать. Открыл занавески и вид на все другие койки, на всех других постояльцев. Но меня все устраивает. Это хорошо. В 24 доллара входит общая душевая. Ну, чистенько, уютненько. А если захочешь что-то поесть, можно воспользоваться кухней. Умывальник один, умывальник другой. Там можно руки помыть, либо овощи помыть, смотря что у вас грязное. И внимание! В моем хостеле за 24 бакса есть даже джакузи. Как для хостела на все пять с плюсом. Самые роскошные развлечения в Картахене, конечно же, связаны с Карибским морем. Поэтому я решила арендовать яхту на минуточку за две тысячи долларов и прогуляться по Картахенскому заливу. О, Патрисио! Очень вкусно! Картахена меня лично не перестает удивлять. Я жила в Майами, и вы знаете, это точь-в-точь Майами-бич. Неудивительно, почему сюда любят приезжать известные латиноамериканские звезды. Говорят, здесь снимал двухэтажный пентхаус легендарный футболист Диего Марадонна за 8 тысяч долларов в сутки. Ребята, почему вы не говорили, что быть ведущей Орла и Решки так прекрасно? Захотела – сняла свой остров. Захотела – поплавала на личной яхте. Всем околопия! Такой роскоши мне со ста баксами не видать. Ну ничего, пойду поем с горя. По опыту в Орле и Решке знаю, что нужно искать места, куда ходят коренные картахенцы. Например, рынок Басурта. Рынок как рынок. Под ногами что-то похлюпывает, по сторонам чуть пованивает, а над ухом покрикивает. Колумбия славится кокосом. Мне просто друзья говорят, приедешь в Колумбию, обязательно понюхай кокос. Не понимаю, что они имели в виду. Постепенно рынок превращается в запутанный лабиринт. Привет, Мишлен! Это курица. Это рис с курицей. Суп. Понял, хорошо, это рыбный суп. 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 Я сам себя накажу. Да, давай там. Спасибо большое. Слушайте, ну от души насыпало, посмотрите. Итак, за 10 баксов у меня тут целый фуршет из заморских деликатесов. Лангуст, смотри, лангуст. Настоящий. Краб, креветка, крабовая палочка, рис, акулий фарш и банан без кожи. В картахине еда для богатых и бедных по сути одинаковая. Разница лишь где и как тебе ее подают. Не в какой-то там забегаловке, а на белой яхте. И не просто навалили гору еды, а украсили овощами и даже маленьким детенышам акулы. Мне принесли вот эту вот, пожалуйста, тарелку. Тут есть рис в кокосе. Очень вкусно, кстати. В ресторане за одного такого лангуста пришлось бы выложить минимум 30 баксов, а здесь он стоит не больше двух. Очень странное ощущение, когда ты ешь лобстер, а при этом чувствуешь запах какой-то мертвой крысы из соседнего павильона. Привет. А у меня самка. На, забери ему. В ней будет семья. На. Бери, бери. А вот еще запчасть от него. Это конструктор. Карибский лего. Итак, переходим к следующему ингредиенту моего блюда. Это акулий фарш. Это блюдо здесь называется сальпикон де тойо. Акулу варят два с половиной часа, а потом еще тушат с овощами. Похоже на тунца, только, скажем так, тунец после себя не оставляет после вкуса такого рыбного. Я тебе уже отдал краба. Иди. Иди. Я бы на их месте не клал бы просто вот так вот несколько щепоток этого акулевого фарша. Я бы пирожки запихивал. Картахенским богачам тоже подают акулий фарш. Вот только стоит он в 100 раз дороже – 250 долларов. Я съела акулу. Ее жалко. Хотя вроде лучше пускай я съем акулу, чем акула съест меня. Да? Скажи? Как только солнце собирается прятаться в море, все картахенцы собираются на городской стене и смотрят на закат. Иди . Иди . Девочки . Ох, Фриля таааааааа. Уооо. Да вае. Эй гаоя гяутсё. Эти чики. Эти чики. Да, я должен попробовать банан. Это палинкерас. Палинкерас – это женщины-мулатки, одетые в платье попугайных цветов с обязательным тазиком с фруктами. Они – потомки африканских рабов. Раньше их тут знали как уличных торговок, а сейчас они всеми признаны символ Картахены. Палинкерас уже зарабатывают не столько на продаже бананов и ананасов, сколько на фото с туристами. Два бакса за фото берут. Неплохо, а? Поцелуйчик сколько ставит? Сколько? Бесплатно, да. Спасибо вам большое. Так, за банан и за все, за все вместе, спасибо. Спасибо. Очень кайфовый пацаны. Очень ритмично, энергично. Брат, мы с тобой неплохо затусим. Будем друг друга вставлять, как ты тусин, как от кашля. Знаешь, такой сироп. Ладно, давай, пока, паренек. Я был рад тебя повидать и тебя тоже. Хотя мы разного цвета кожи, но все же, когда-то мы снова встретимся и будем так тусить, что можно даже повеситься. У программы «Орел и решка» есть чудесная традиция оставлять 100 долларов путешественникам, которые найдут, где спрятана эта бутылка. Кто не боится летучих мышей, ищите в Картахине птичий парк Кокорико. Там возле одинокого дерева под поленом и спрятана наша бутылка. Все, я побежала, потому что здесь… Ааа, летучие мыши! В этот уикенд со мной моя премиальная карта Мастеркард. Как только попадает в руки, сразу чувствуешь себя роскошно. Пару секунд и все готово. Премиально жить не запретишь. Привет! 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 Ну что, вперед к новым приключениям! Лампу оставь. С каждого отеля что-то таскает, а? Поэтому у тебя и поперлись решки. Так у меня уже как бы и дальше сниматься-то не надо. Дом-то обставлен. Как я уже говорил, Картахена город курортный. И было бы логично купаться здесь в море и загорать на пляже. Но пляжи в городе сплошное разочарование. Песок здесь серый и грязный, а море не лазурное, а больше похоже на какую-то грязную речку. Поэтому картахенцы, которые в теме, тут не купаются. А выезжают отдыхать на тропические острова. Пойду раз узнаю, может у меня получится. Здрасте, скажите Бендито бич. Бендито бич. Ух ты, беленький песочек, чистая водичка. Чтобы вы понимали, тур на полдня на райский остров стоит всего 20 баксов. Спасибо большое, хорошо, давайте. Плыть на остров около часа. Но за это время можно увидеть одно удивительное место. Друзья, видите вот эти маленькие синенькие подводные лодки? Знаете, что это за подводные лодки? Это подводные лодки, на которых перевозили кокаин. И полиция, либо военные задерживали их. Вот здесь они, собственно, конфискованные содержатся. Эти лодки принадлежали наркокартелям. Их сделали на секретных базах в Колумбийских джунглях. Представьте, каждая стоит около миллиона долларов, а перевозит несколько тонн дряни на 100 миллионов баксов. Такие лодки в основном очень примитивны. Они едва способны доплыть до места назначения. Поэтому их называют подводными гробами. Но сейчас уже есть субмарины, способные переплывать даже Атлантику. Одну такую недавно поймали в Испании. Надоела мне эта ленивая карибская жизнь. Хочется каких-то острых ощущений. Куда плывете? Куда плывете? На рыбалку. Туда? Чем же еще заняться богатостью ньюрити в окрестностях Картахена? Местные продают туры на традиционную рыбалку за 200 долларов. А весь тут у вас змей? Пшш! Ну! Хала! Смотрите, куда мы заплываем. Это же так тут красиво. Чтобы вы понимали, эта рыбалка не в открытом море. Это рыбалка в мангровых зарослях. Мангры – это очень странные деревья. У них корни как щупальца. Они торчат из воды и спутываются в густой клубок. А еще это одни из немногих деревьев, которые могут жить в соленой воде. Говорят, здесь водится такое количество рыбы и краба, что я за пять минут наловлю вот столько. Но это обычно все рыбаки говорят, да? Си? Итак, сначала туристов привозят в мутную заводь. Там уже по колену в воде стоят рыбаки. Они ждут отмашки, чтобы начать представление. Знаете, какая рыбалка у богатых? А вот такая. И... Одно. Дос. Трес. Конечно, после такой феерии ждешь, что у каждого в сетках будет по три килограмма рыбы. Но как бы не так. Славили только тин или башмак. Во второй части тура за 200 долларов богачу дают самому поймать рыбу. Окей, что нужно делать? Привязана к тебе сразу. Тут уместна эта песня. Да нет, я буду просто командовать. Зачем мне рыбу ловить? Может надо размахнуться просто? И раз. Да? Вы врете. Это какой-то разводняк. За 200 баксов вывезли в какую-то лужу. Сетки побросали, рыбу не поймали. Еще и посмеялись над тобой за твои же деньги. В общем, всем советую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустя час на горизонте показался мой остров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но это совсем другое дело. Вообще не идет сравнения с городским пляжем. Карибское море чисто и прозрачное. Пляж, будто тропический рай. В туристических проспектах этот остров называется остров Истины. И я понимаю почему. Потому что, как говорил Эпикур, истина лишь то, что доставляет удовольствие телу. А что еще может так доставлять удовольствие, как белый песочек и теплое Карибское море? Итак, дамы и господа, пройдемте на обзорный тур по острову Истины. Посмотрите направо. Тут заросли. Посмотрите налево. Здесь простенькие деревянные бунгало. А гляньте прямо, там пляж. С белым песочком я, конечно, погорячился. Он желтый, еще и в перемешку с колючими мертвыми кораллами. Не Мальдивы, конечно. И не Сейшелы. Ну и я не Криштиану Роналду. Нормальный такой рай для бедных. Что же входит в тур за 20 баксов? Бесплатный коктейль какого-то химозного цвета? Знакомство с местными жителями? Обалдеть. Игуана. И куда ты? Игуана, и куда ты собралась? Еще можно покормить карликовых обезьянок-тамаринов. Они тут вроде белок. На тебе, Бублик. СМЕХ О, боже, это так мило. Кроме этого можно устроить бесплатную фотосессию с местной моделью – цветастым попугаем Ара. Опа-па-па-па. Здорово. Но и это еще не все. За 20 баксов можно еще поплавать и посмотреть на коралловые рифы и рыбок. Но даже на этом мои 20 баксов не заканчиваются. В стоимость тура входит еще и обед. Ну после того, как ты накупался, нанырялся, навалялся на солнце, находился, заходит на раз-два. Прямо сейчас у меня будет эксклюзивный мастер-класс от одного из самых лучших художников Колумбии – Эдгарда Кармо. Эдгарда прославился благодаря своим арт-объектам из металла. Эти скульптуры стоят по всей Картахене. А картины в неповторимом стиле продаются за сумасшедшие деньги. Одну из них продали в Штатах за 32 тысячи долларов. Ну, боже, это он тут самый художник Эдгарда Кармона. О! 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 Почему ты оцепиваешь это? О! Почему ты оцепишь ее? Это ничем, это ничем. Эти ничем. Все дети здесь здесь не отличаются. Они меняют. Мне кажется, что я хочу пилот. Кому я? Мне? Дом, я! Я? Да, я干и! Окей. Я никогда не была натурщицей, если что, я, честно говоря, думала, что только голых натурщиц надо, но я тут одетая. Но и он хочет, чтобы я замолчала. Почему все мужчины хотят, чтобы я замолчала в жизни? Что-то такое. Окей, конечно, когда я не разговариваю. Спустя полчаса картина уже была готова. Но что получилось, я покажу позже. Возвращаясь с острова Истины, местные посоветовали одно интересное место недалеко от Картахины. Это вулкан Татумо. Татумо, наверное, самый необычный вулкан в Колумбии. Он не огромный, а всего размером с пятиэтажку. И вместо раскаленной лавы в нем булькает грязь. Вот за что я обожаю Колумбию – это за то, что здесь разрешено делать кое-что такое, что во многих других странах находится под страшным запретом. Я смогу искупаться в грязевом вулкане. Ну все, я готов. Я готов к грязным приключениям. Короче, вся эта развлекуха стоит 14 баксов. Но из удобств здесь только переодевалка и перила. Могу спадить. Ховачок. Ховачок. Я могу неяться, но я не могу. Я хочу, чтобы я ушел в бак. Расти я сейчас. Какое проще. Какое проще – моего проще? Да, это не имеет значимость. Никакая, это для ноября. А вот, нет, ты уже не можешь. Сlandsмом, я бы не жалов. Так это странно! Какой глюк! Я будто на стройке упал в цемент. От нее же невозможно оттолкнуться. Привет! Здорово, пацаны! Казалось бы, зачем взрослые люди барахтаются, как хряки в лужах? Оказывается, вулканическая грязь какая-то невероятно целебная, напичканная минералами чуть ли не из центра земли. Поры очищаются, кожа смягчается. Ну, вы поняли. Парни, как макасины, левые каждый второй. Чтоб ты завтра проснулась, отличный мужчина, я сегодня засну с тобой. Парни, как макасины, левые каждый второй. Чтоб ты завтра проснулась, отличный мужчина, я сегодня, сегодня, сегодня засну с тобой. Если у меня была бы золотая карта, я бы сейчас с удовольствием увидел, как девчонки дерутся в грязи. А так, без золотой карты, для того, чтобы увидеть, как девчонки дерутся в грязи, мне надо ударить первым. Дима, где ты? Я здесь. Короче, друзья, несмотря на весь соблазн, смывать сразу эту грязь нельзя. Нужно подождать полчасика, минут сорок, пока она подсохнет, и потом уже вместе с засохшей грязью будут отпадать роговевшие частички кожи. Но так как у меня кожа молодая, красивая и как у младенца, то мне нет смысла проводить эту процедуру, я уже пошел мыться. Я правильно иду по лестнице? Конечно, просто иди прямо. Если честно, когда я узнала, что мы поедем в Колумбию, то испугалась. Сразу вспомнила про наркокартели, грабежи и убийства. Но Картахена разорвала все эти шаблоны. Картахена – самый безопасный город Колумбия. Самый красивый город Колумбия. Она прямо какая-то приторно чистая и нарядная. Если не считать грязноватое море – идеальный город для уикенда. Ура, я вижу море! Картахена – это не так. Смех! Смех! Спасибо тебе, Игуана! Смех! Картахена! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» «Симон»